По воспоминаниям бывших узников следственной тюрьмы, известной как Сухановка или спецобъект номер 110, там практиковались пытки 52 видов. В 1938 году тюрьму оборудовали в помещении монастыря Святой Екатерины в Подмосковье. Подробный список методов, которые использовались для получения нужных властям показаний, составила и опубликовала в книге «Сухановская тюрьма». Спецобъект 110 историк, исследователь ГУЛАГа Лидия Головкова. Пытки самой простой пыткой было избиение, пишет исследователь. Избивать людей могли сутками без перерыва, посменно, следователи меняли друг друга, работали не покладая рук. Еще один довольно распространенный в то время способ получения показаний, испытание бессонницей, заключенного могли в течение 10-20 дней на долгое время лишать сна. Были в арсенале палачей более изощренные средства. Жертвы во время допроса сажали на ножку табуретки таким образом, что при любом движении подследственного она входила в прямую кишку. Другим истязанием была ласточка, заключенным за спиной связывали длинным полотенцем головы и ноги. Вытерпеть такое невозможно, но людей в подобном положении держали часами. Эсблачк – изобретательность следователей и садистов можно сравнить с изощренной фантазией киношных маньяков. Людям под ногти загоняли булавки, отбивали дверьми пальцы, сажали в так называемые салатопки, карцеры, где поддерживали высокую температуру. Пытали заключенных и в бочках с холодной водой. Следователь мог заставлять жертву пить чужую мочу. Свидетельств о том, что кто-либо выдерживал нечеловеческие мучения, практически нет. В тюрьмах ломали бывалых военных. Генерал Сидякин после истязаний сошел с ума. Головкова пишет, что он начал вытилать по собачьей. Многих после допросов отправляли на принудительное лечение в психиатрические больницы. Из документов известен один случай, когда заключенный уцелел в спецучреждении и выдержал пытки. Михаил Кедров, бывший чекист, который пожаловался на злоупотребление в органах, прошел через пыточную тюрьму, не сознавшись в обвинениях. Это помогло ему на суде, его оправдали. Правда, уйти от сталинских палачей ему не удалось. После начала Великой Отечественной войны его расстреляли без возобновления следствия по приказу Лаврентия Берии. Машина-убийца комиссар госбезопасности часто лично издевался над жертвами. Перед расстрелами заключенных он приказывал своим подручным избивать их. Видимо, это доставляло главному сталинскому палачу какое-то особое удовольствие. На спецобъекте у Лаврентия Берии имелся личный кабинет, из которого на персональном лифте можно было спуститься в помещение для пыток. Известные примеры когда нацистские палачи перенимали опыт советских коллег. В НКВД придумали специальные автоазаки, которые были самыми настоящими машинами для убийства. Выхлопная труба у них выводилась внутрь кузова, и заключенные умирали при перевозке. Их тело сразу везли в крематорий. Данный метод гитлеровцы применяли в концентрационных лагерях.